здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галена конышева многие переживают за то что я давно не делала видео но я тут приболел немножко простыла от жары перебор и видео я конечно готовлю материала много но параллельно я заметила мои мысли в общем то и тот след который я веду проговаривают многие другие блогеры меня это радует кстати это говорит о том что разные люди не сговариваясь они идут по общему следу допускают там могут расходиться версии но в принципе идет это общее направление этот говорит о том что мы приближаемся к истине поэтому большой фильм будет чуть позже а сейчас я хочу специально чтобы эта информация никуда не затерялась чтобы она была в отдельном видео именно по комментарию который считаю очень важным и совершенно четким и точным поэтому я зачитываю то комментарии это видео только она и есть светлана быстрого написала еще раз посмотрела видео с камеры домодедовской больницы о 22 06 22 считаю что обманывают что у юры инфаркт вот я кстати совершенно согласна с этой женщиной когда я видела это знаменитое видео с камер видео наблюдения при инфаркте пациента врачи так себя не ведут при инфаркте любой врач знает что надо действовать быстро сложно когда он лежит на животе он машине его забросили как будто и прикрыли дверь это значит у него не инфаркт у него что-то желудком именно в этой позе он ложится на живот и они ему за задвинули эти ноги у меня как бы хочется ругнуться на вот этих псевдо друзей которые нельзя нельзя многие вещи говорить на ютубе просто догадайтесь между слуг но я продолжаю при инфаркте любой врач знает что надо действовать быстро и слаженно счет идет на минуты и секунды здесь вижу неспешные действия врачей даже брезгливость почему потому что скорее всего отравление я могу сказать что я вижу неспешность врачей потому что они вообще не в курсе им никто не звонил потому что то что он говорит что они привезли там или вызывали скорую а скорая не поехала это ложь потому что доказано уже скорыми они сказали что они отказались делать вызов поэтому кудряшов и кто там еще прибылов кто там был или кто там еще был вопрос еще кто там был они просто привезли в этот пункт и врачи они вообще они себя ведут растерянно потому что они не понимают кого им привезли они не понимают что это они не в курсе это мое такое мнение. Женщина-врач не то, что она там халанная, а просто не понимает. И она пока собирается с мыслями. Юру, потому что скорее отравление. Юру доставляют в машине на заднем сидении в положении лежа, так как его тошнит, рвет. Согласна. Человека с инфарктом не разрешат поднимать. Здесь разрешили. Согласна. Он встает, ему плохо. Его мутит, тошнит. Интоксикация. Интоксикация. Это отравление чем-то. Отравление. И все окружающие об этом знают. И Кудряшов, и врачи. Его привезли в одной одежде, а увозят в другой. Почему? Отвечаю. Потому что Юре делали промывание желудка, испачкали футболку. Ему делали сифоновые клизмы, поэтому он остаток оказался без брюк. Видимо, было сильное отравление, и они не справлялись. Стали нарастать осложнения в виде сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, от чего он и умер. Хочу сказать все-таки, что увозят его из этого пункта все-таки пока в белой футболке. А вот из машины скорой помощи, следующее видео есть, он вроде бы как бы в черной футболке. Есть такой момент, здесь тоже надо разбираться. Тайна всего окружения в том, что они скрывают, чем отравился Юра. Видимо, это для нас будет шоком. Кремирование указывает на криминальный след. На детекторе Кудряшова надо спросить, чем Юра отравился или отравили. В курсе врач, что занимался с Юрой. Теперь понятна та информация, что этот врач проводил детоксикацию. Друзья, это отравление. Я согласна с этим комментарием. Да, пускай это частное мнение, но это очень похоже на логику событий. Поэтому надеемся на то, что Кудряшова все-таки выведут на детектор лжи или вообще заставят отвечать на все эти вопросы. Потому что, ну, всех за дураков, что ли, держат? Или такая мощная мафия у них? Что происходит у нас с нами, в нашей стране? Нет, не получится только обойтись этим комментарием. Вот еще я увидела, мне прислали ссылку, я посмотрела. И смотрите, какая интересная вещь. Диверсионная группа, инсульт, инфаркт, онкология. Канал Сидор Ковпакники. Во время исполнения приказа неожиданно засветилась одна из их диверсионных групп, что мы видим молодые крепкие парни, не славянской внешности, хорошо говорящие по-русски. Из аппаратуры ретранслятор микроволновки, похожий на 5G, генератор микроволнового излучения. Это секретное оружие, способное вызывать онкологию. Чаще рак мозга, инсульт, инфаркт. При скрытии трупа патологоанатомом не сможет отличить или определить обычную болезнь от искусственного приобретенной. Все будет выглядеть обычно и натурально. Это вот по поводу тех сомнимающихся, когда я говорила об облучении, что это в общем-то вполне технически доступно. Человека можно облучать неугодного, и у него будет либо инфаркт, либо онкология, либо еще что-то. Это уже давно убирают они такими инструментами. И это видео просто доказательство. Здесь довольно смелый человек, администратор или кто там, я не могу из-за авторских прах показывать вам. Вы сами можете набрать диверсионные группы, инсульт, инфаркт, онкология и канал Сидор Ковпак. И пожалуйста, смотрите. Здесь устанавливают аппаратуру, и этот человек, он говорит, а на каком основании вы, собственно говоря, это все устанавливаете? Вы кто такие? Мы видим вот зал, зал, там люди сидят, ничего не подозревают. Да, здесь звукопаратуры, кабинет звукоаппаратуры. Мне это все тоже очень хорошо знакомо по своей работе в шоу-бизнесе. И вот тут какие-то молодые, бравые ребятки устанавливают некую аппаратуру, в данном случае отсюда, и будут целенаправлены, вот они, либо зал они будут облучать, либо они того, кто на сцене, будут облучать. И вот человек спрашивает, а вы кто такие? Предоставьте, пожалуйста, документы. На каком основании вы устанавливаете эту аппаратуру? Документов нет, ничего у них нет. Вот он прикрывается от съемок, их снимают на видео. Ну, в общем-то, они ретировались, им пришлось уйти, они собрали эту аппаратуру и ушли. Вот так вот Юру могли облучать на концертах. Один из концертов это подтвердил, что устанавливали какую-то аппаратуру. Есть у блогера Юриэла. Подтверждение. Вот они уходят. И у них их прикрыли, то есть им позвонили и прикрыли, их просто отпустили, вот этих ребят. Так что, пожалуйста, думайте, смотрите, смотрите. И вообще хватит быть, ну, скажем так, какими-то амебными. Ребята нас просто убивают всех вместе. Вот ходят это Шушера, втихаря, где-то устанавливают эту аппаратуру, а люди все хлопают глазами, и все у них конспирология. Это уже не конспирология, это уже какая-то дурость, что ли, или мазохизм, я не знаю. Но пора включать какой-то инстинкт самосохранения. Пора его уже включать, наверное. Это серьезные все вещи. Особенно на публичных выступлениях. Люди, думайте, проверяйте все, проверяйте, кто там и как. Я не знаю, как это. Это должен быть какой-то общественный контроль всего. Потому что где-то люди будут порядочные администраторы, и они вот не позволят таким непонятным людям устанавливать непонятную аппаратуру. А где-то они просто будут куплены и все это сделают, установят. Где, на каком концерте людей будут облучать либо людей, либо тех, кто на сцене, или точечно, никто не знает. Ведь никто же их не проверял, кто они такие, их никто не арестовывал. Вот эту компанию. Вот они уходят со своей аппаратурой. Посмотрите, сколько там у них. И вот так они ходят и убирают неугодных. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на все мои каналы. Всех вам благ. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok